Девушки отдыхают В принципе, у Томаса Линберга существует несколько ключевых проектов, которые он создал, на которые он повлиял и которые сейчас являются эталонами какими-то жанров И первый, и, наверное, самый важный его проект — это шведская дэдметал-группа At The Gates Группа At The Gates появилась в начале 90-х в городе Готеборге, Швеция, и послужила основоположником так называемого гетеборгского дэдметала Вообще, что такое гетеборгский дэдметал? Это, в принципе, мелодичный дэдметал, который является фактически основой всего мелодик дэда вообще То есть, грубо говоря, эта музыка является прародителем и главной вообще опорой для всей тяжелой скоростной металлической музыки сегодня То есть, и речь идет прежде всего о мелодике То есть, похожими на At The Gates можно назвать, как и условно, какие-то ходы disturbed до каких-то скоростных, крабкоровых, бластбитовых, сумасшедших, ревущих команд Все вот эти металлические какие-то ходы мелодические, все вот эти куски соло Прежде всего, вот эта игра в дерцию и скоростной вот этот ритм-галоп — это все пошло от At The Gates Это на самом деле группа, которая звучала в 95-м году как минимум так же, а вообще намного круче, чем большинство дэдметаллических команд сегодня Ну и давайте, чтобы не быть голословным, все-таки послушаем немного их треков И первый трек в нашей сегодняшней программе будет заглавным треком с их альбома 95-го года Который, собственно, является самым важным альбомом в истории этой группы Это альбом Slaughter of the Soul 95-го года И давайте послушаем одноименную песню с него Поехали! 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 Почему вы должны знать группу At The Gates? Потому что группа At The Gates является основой всего того металла, который вы слышите сегодня. Я не шучу. Дело в том, что сама структура песен, сами мелодические фишки и вообще такая подача музыки была фактически придумана группа At The Gates. И речь идет прежде всего о том сочетании нот, условно о тех каких-то вот именно музыкально-мелодических финтах, которые используют эти музыканты. В силу того, что это было записано в 95-м году, а на дворе 2013-й, и при этом музыканты продолжают играть то же самое, нам нужно все-таки обратиться к тому, кто это все придумал, к тому, кто это все создал, и к той команде, которая, естественно, повлияла и которую слушали те люди, которые сейчас играют так называемый мелодик дед металл. Но давайте вернемся к основной теме нашего выпуска, к личности Томаса Линдберга. Вообще, этот человек родился в 72-м году в Швеции, как я уже говорил, и группа At The Gates была его, пожалуй, самым важным проектом, одним из ранних. Он, конечно, играл в других командах до этого, таких как Grotesque, но эти команды никому особо не были известны. Вот, в принципе, к сожалению, группа At The Gates тоже можно назвать известной с большой натяжкой, несмотря на то, что их клипы даже крутили на канале MTV2, насколько я помню, эту группу все равно можно назвать, грубо говоря, широко известной в узких кругах, да, то есть далеко не каждый поклонник Melodic Dead'а знает вообще об их существовании. При этом сам Томас Линдберг – это человек, которого приглашали участвовать в качестве гостя множество различных команд, в том числе, там, Converge, например. Фишка в том, что, опять же, все в мире металла в Америке и Европе очень тесно связано. Там люди не стесняются обращаться и сотрудничать с представителями немного других жанров, вот, и они не стесняются, в отличие от многих русских музыкантов, признавать за кем-то какой-то там условный авторитет, вот, несмотря на то, что этот человек играет совершенно другую музыку. Но давайте все-таки вернемся к альбому Slaughter of the Soul, который был, по факту, пятым альбомом группы At The Gates, и на самом деле в нем слилось вообще, было максимально сконцентрировано все то, над чем группа работала все эти годы. Почему? Потому что, если вы послушаете их предыдущие альбомы, которые начались с 91-го года, эти альбомы звучат как такой немножко расслабленный, размазанный, растянутый и несколько недоработанный At The Gates образца 95-го, то есть образца Slaughter of the Soul. Фишка в том, что на самом деле в России я наблюдаю немножко другую тенденцию у команд, которые выпускают сначала некий какой-то самобытный, такой очень четкий альбом, пускай немножко недоработанный, а потом начинают его размазывать, как-то растягивать в дальнейших работах, в силу того, что, может быть, у них не хватает идеи, может быть, они упираются в какую-то конъюнктурность, не знаю. Здесь же все наоборот. Ребята начали в 91-м году и наращивали обороты, наращивали яйца и наращивали какую-то злобую мощь к 95-му году. В принципе, это была их ключевая точка, потому что после записи этого альбома группа распадается. При этом на момент записи этого альбома и на момент существования At The Gates Томас Линберг уже работает в других проектах, о которых мы сейчас еще скажем. Но At The Gates, пожалуй, является самым важным этапом в жизни Томаса Линберга и, наверное, одним из самых важных этапов в истории дед металла. Ну и чтобы закончить разговор об этой группе, давайте послушаем еще одну песню с их самого главного альбома Slaughter Of The Soul под названием Mead. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Серьезно, он работает учителем экономики, социологии и каких-то таких гуманитарных наук, общественно-политических, причем совсем недавно он перешел преподавать в университет, и на самом деле, когда русскому человеку об этом говоришь, он говорит, как это? Что это такое, металлист-преподаватель? Что это несерьезно? А в Швеции к этому относятся довольно нормально, и на самом деле это очень важно, потому что это дает тебе возможность работать на какой-то работе и делать музыку, которая не будет приносить тебе денег, но будет доставлять тебе удовольствие. Не только тебе, но и твоим слушателям. Вообще, Линдберг ушел из Kid System в определенный момент, и то, что мы слушали в выпуске про Краст, уже сделано без него, но на основе той музыки, которую придумал он. Вообще, даже группа Dark Throne, сейчас, будучи какими-то основами блэк-металлической сцены, они говорят, что самое крутое, что они слышали за последнее время, это группа с Kid System, поэтому эту группу опять следует вспомнить, опять как бы о ней заявить, потому что это очень злое дерьмо на самом деле. И давайте послушаем песню с их альбома 96-го года, которую как раз записывал Томас Линдберг, и эта песня называется, я могу ошибаться, конечно, у них очень сложное написание, она называется Alt as Kid. Ёмдabad неравишь, антикреет, 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 антикреет. И отчасти в молочной алю ... м cancelим ان THATjek Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня Томас Линберг играет в группе Disphere. Это его третий большой проект, это его третий проект, который приносит ему славу, и это его третий проект, который можно назвать довольно-таки уникальным, необычным и важным, можно сказать, для жанра. Почему? Группа Disphere звучит как группа Motorhead, в которую добавили Dead Metal. Серьезно. Томас Линберг вообще обладает таким уникальным свойством, он приходит в команду, и эта команда начинает звучать гораздо тяжелее, мрачнее, быстрее, но при этом очень круто. Возможно, вообще его появление в любой команде приводит к этому, но группа Disphere на данный момент является одной из самых необычных около-краст-команд. Почему около? Потому что это нельзя назвать чистым крастом в силу мелодики. Там мелодика такая, Motorhead рок-н-ролльная, но при этом это Dead Metal. Ну, как вот, не то, что совсем Dead Metal, да? А такое по звуку, по напору и по вокалу, это вот чистый Dead Metal с крастом, с рок-н-роллом. Очень необычная смесь. И чтобы долго сейчас не объяснять, давайте послушаем их песню с последнего альбома, которая просто дает тебе пинка под зад, и она, в принципе, так и называется. Get it off. Танцуют все! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok